Всем привет! В этом видео я хочу вам показать и рассказать о том, что произошло после ремонта турбокомпрессора на экскаваторе-погрузчике Volvo BL7T-MD. Те, кто регулярно смотрит мои видео, наверняка видели мое видео, где я рассказываю о том, как я снимаю турбину и отдаю в ремонт, а также ремонтирую форсунки и проверяю компрессию двигателя. Если не видели, советую посмотреть, пройдя по подсказке в верхнем правом углу экрана или со страницы канала. Так вот, после того, как я установил отремонтированную турбину, я отработал неделю и началось то, что больше всего боялось. Турбина опять потекла. На видео видно, что в соединении турбокомпрессора и впускного коллектора опять появилось масло. Большого расхода масла не было, но следы присутствовали. Встать на ремонт не было возможности. И я так отработал еще около месяца. По прошествии этого периода течь масла прекратилась. Я отмыл соединение, и новых потеков больше не появлялось. Но радоваться не пришлось, так как появился черный дым из выхлопной трубы. А это свидетельство того, что топливная смесь не полностью сгорает в цилиндрах. И тогда стало понятно, что турбина не развивает нужных оборотов. Надува в цилиндрах нет, и поэтому топливо не полностью сгорает. Черный дым из трубы валит не постоянно, а только в момент набора оборотов. И под нагрузкой. На видео видно, как это выглядит. Вместе с этим тяга двигателя заметно уменьшилась. Он стал не таким резвым. Я решил посмотреть наглядно, что происходит при нажатии педали газа с турбиной. Сначала на заглушенном двигателе я снял воздушные фильтры. И при помощи эндоскопа заглянул в турбину. На видео показан этот процесс. Как мы видим, на первый взгляд все отлично. Лопасти целые, масла нет. Затем я запустил двигатель. И также с помощью эндоскопа заглянул в турбину. Субтитры сделал DimaTorzok И опять все как бы хорошо. Вал с крыльчаткой вращается. Но вот, видимо при резком наборе оборотов, частота вращения недостаточно. Для нормальной работы двигателя. Отсюда и падение мощности, и дым из глушителя. И мы поняли, что ремонт это бесполезная трата денег. А нужно покупать новую турбину. Но, как оказалось, это тоже задача непростая. Поискали новую турбину. Официальный дилер предложил оригинал за баснословные деньги. Напомню, турбина Швицер от Борг Варна. У других поставщиков цены были ниже. Но это были в каких-то случаях восстановленные. То есть, также после ремонта. В каких-то Швицер, но китайской сборке. Пообщавшись с представителем компании Борг Варна. Он нам сообщил, что все данные турбины, поставляемые в Россию, китайской сборки. Поэтому мы приняли решение заказать турбину Швицер китайской сборки. Я считаю, что лучше купить такую новую, чем восстановленную. Или продолжать работать с нерабочей турбиной. Тем более, что уже полгода я работал с черным дымом, из глушителя и недостаточной мощностью. Итак, заказали. Пришла турбина. Внешне отличить старую оригинальную турбину от новой китайской сборки практически нереально. У новой турбины не было шпилек для крепления флянца выхлопной трубы. Пришлось сделать шпильки. Я поменял турбину на новую. При снятии родной старой турбины я проверил люфты. Оказалось, что имеются и продольные, и поперечные люфты. Не скажу, что большие, но ощутимые. Заодно проверил масляные трубки, подводящую и обратку. Трубки были идеально чистые. Никаких отложений и закоксованного масла там не было. На новой турбине люфты почти совсем отсутствовали. После замены турбины я опробовал работу двигателя. Результаты были двоякими. С одной стороны, мощность повысилась. Скорость набора оборотов стала быстрее. С другой стороны, дым из трубы глушителя остался. Хотя заметно стал меньше. Мое предположение, что черный дым это следствие плохого надува. Что распылители форсунок при долгой работе с недостаточным надувом могли закоптиться. И теперь они плохо распыляют топливо. На момент создания видео, новая турбина отработала порядка 1000 моточасов. И результат остался тот же, что и после замены. Но мощность заметного возросла. Теперь я планирую снова демонтировать все форсунки. И проверять на стенде их состояние. Но это будет уже другое видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и оставайтесь с нами. До скорого. Пока.